Салют, солнышко! Ну, прости, у меня батарея села, он не мог перезвонить. Кирилл, я ждала тебя больше часа. Да мы с ребятами в спортбаре зависли, мы у Лиги чемпионов, как-никак. Понимаешь? А люблю я только тебя. Что-то мне очень похоже. Доброе утро, коллеги. Так, в прошлый раз мы рассматривали вопросы, связанные с аритмией сердечной мышцы. Коллеги, кто мне напомнит, что такое экстрасистолы? Гаврилов желает? Да. Неожиданно. Ну, прошу. Да, профессор. Только у меня небольшая преамбула, вы позволите? Да-да, пожалуйста. Ниночка, ты самая лучшая и самая удивительная девушка на свете. Твои глаза сводят меня с ума. Я совершенно не представляю свою грешную жизнь без тебя. Милая, ну, прости за вчерашнюю. Сори, профессор. У-у-у-у-у-у. Нина! Я люблю тебя! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Услуга для вас бесплатная, вы в первой сотне Это очередной развод, пойдем Почему развод? Может быть это знак Все неспроста Это чушь, а не знание Какая чушь? Может быть счастливая семья Это правда для нас? Ну конечно Мы и возьмем Пожалуйста 45 лет отданы родной школе Тысячи тетрадей, экзаменов, контрольных Тысячи благодарных выпускников Поднимите руки те, кто учился у Павла Алексеевича Смелее, смелее! Достойную смену вырастил Павел Алексеевич В лице нового директора школы Выпускника и медалиста Антона Николаевича Сапожникова Спасибо большое, Павел Алексеевич Коллеги, учителя Я хочу верить в вас, что традиции Дух нашей школы Заложенный моим дорогим учителем Павел Алексеевичем Останутся неизменными Я уверяю вас Мы чтим традиции Павел Алексеевич Скорую вызовите Значит бросаешь родную общагу и нас на произвол Будешь теперь жить в квартире С ванной, с гостиной С фонтаном и с садом Ну конечно, с фонтаном Кирилл снял однокомнатную квартиру Возле университета, очень красивую Слушай, ты туфли мои черные не видела? Так значит вы будете жить нерасписанными? Ну что это значит нерасписанными? Мы любим друг друга, это самое главное Да Так, что еще не фила? Здрасте Здрасте Назарова Тут такое дело Хорошее Тебе телеграмма Павел Алексеевич Обширный Инфаркт Срочное выезжать Антон Сапожников Может ты поедешь со мной, а? Я боюсь, что одна не справлюсь Малыш У меня хвосты Меня сегодня-завтра из универа выгонят Родители меня потом живьем съедят И кислород перекроют Отправляемся, молодые люди Ты сильная Ты справишься Я сильная Я справлюсь Все Иди Пока Пока Санкт-петерапин Стоянка пять минут Ну че Ну вообще, ну давай Да, конечно Хорошо Я уже живу Да Хорошо Пока Селефон убрали Эй Эй Вы Осторожней Ну вы как? Да что вы меня трогаете? Вы мне коленку разбили Ну вы под ноги смотри Трохля, сонная А, так это я виновата, да? Ладно, хватит сидеть Давай в страх Ну что вы, ну пожалуйста Не трогайся меня Ну нужна ты кому? Я вообще, если пойду На вас нажал из полиции То, что вы хам и хулиган Поняли? Ну че Ушел, гаденыш Я рванул на опережение Хотел догнать его Около товарняка Не успел, товарищ старший литер Да я тоже упустил Он скинул мобильный Я вот нашел под вагоном Ясно, ну че, пойдем Петр Першу допрашивает Ой, Нинка Назаров Ты что ли? Тетя Ясна, здравствуйте Приехала Ты слышала, что с дедом? Ну конечно слышала я Поэтому и приехала Ну вот в больнице лежит Сердце прихватило А все же за кого? Из-за Антохи? Взяли уважаемого пожилого человека Дедушку твоего На пенсию Да? А этого вместо него Директором школы поставили А какой с него директор? А? У него же молоко Антохи на губах не обсохло Подождите, тетя Ясна А какой Антон? А, так ты ни сном, ни духом Так, пойдем расскажу тебе А че тебе с Коленком Такое случилось, а? А это я домой вернусь Дедушка, я тебя очень люблю Ну, ты живи, пожалуйста Потому что ты мне очень нужен Я верю, что ты обязательно поправишься Вы отвратительный Вы мерзкий человек Простите Из-за вас человек в реанимации Вы расселись тут на его столе Нина Я вас вспомнил Я уезжал из Тарасельска Вам было лет десять Присаживайтесь Вы знаете, как он вас уважал Антон Сапожников Скажите мне Вы знаете, как мой дедушка Вас уважал Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Дедушка Дедушка Мне бы поприться Спасибо вам, доктор Алло Кира Привет Слушай, у меня хорошие новости Дедушку переводят в обычную палату Дедушка Да, мне придется задержаться Ну, я не знаю, насколько Ну, нет, я, конечно, скучаю Ну, я не знаю Ну, может быть, месяц Может быть, больше Я не знаю Ты можешь как-то предупредить В деканате Да О, Антон Я вижу, вы вдвоем решили меня закормить Дедушка Ложись Что ты сидишь Тебе надо лежать Ой Антон, что это такое? Ну, как что? Доктор дал список Вот Вот я купил Все по списку Антон, а можно вас на секундочку? Конечно Что вы делаете? Вы что, грехи замаливаете? Нам ничего от вас не нужно Я все могу купить сама Хорошо Ну, навещать, Павел Алексеевич Вы мне позволите? Антон Антон Ну, хватит саптаться Ты лучше расскажи, как в школе дела Как там дети Как коллектив Кажется, Павел Алексеевич сам ответил на мой вопрос Простите О, смотри-ка Старая знакомая Ну что, спасем девчонку от дождя-то? Да Товарищ старший лейтенант Только снова коленки не раздерите Причижнюк, мне уже смеяться? Ты смотри, какая сообразительная Я бы такого никогда не додумался Класс Здравствуйте 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 Миног Здрасьте, теть Ясь Привет, красавица Как там дед-то твой? Дед-то, хорошо А когда, кстати, пенсия у нас? Слушай, до вашей с дедом пенсии еще недели две По нулям, да Ну так на работу иди устройся Деньга на дереве не растет Ты же это медичка вроде как Я только учусь Ниног, на вокзале в медпункт медсестра требуется Люська, знаешь Люську? Ну, Люську, увидишь, такая брюхатая она уже на седьмом месяце Она себе замену ищет Вот сейчас вот побеги к ней и скажи Че, не говори, что ты учишься, говори, что я медичка, все и... Слушай, а муж ее, так это, такой халявщик А я могу прямо сейчас пойти А, ну давай, беги, да Спасибо вам большое Ну давай, беги Деду привет Ага, спасибо вам большое, счастливо Ага, спасибо вам большое, счастливо Да, деду привет передай Угу Давай, Нина Да Здрасьте Здрасьте А вы, Люська? Да Я Нина, я от Лукинишна А, вы по поводу работали? Да Так вы проходите Вот наше царство-государство Работа не сложная Сутки через трое Кому кольчику, кому таблеточку Ну там, сотрудника вокзала, пассажирам Ох, поясницу сегодня тянет Мы тут с мужем сыночка ждем Понятно А это вы Как видите, собственные персоны А вы, значит, Нина? А вы думали, меня зовут Сонная Рохля? Смотри, запомнила А простите, какая у вас зарплата? Семь тысяч Понятно Ну, жить можно Тяжло, конечно, но можно Хорошо, я подумаю А вы передайте своему мужу Что, может быть, ему тоже стоит поработать Сидит, чай пьет Халявщик Да Ты чё-то понял, Витюш? Я не обращаю внимания, мне кажется, она Да Я подыму Отлично Давай-давай-давай Санька, смелее, смелее, смелее Хорошо Хорошо, получай, давай-давай-давай Еще-еще Подожди, подожди Вот чёрт Пацаны, тишина Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ну да Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти Давай, препод нарисовался. Давай, а как дела? Хары ржать. Давай препод, повышаешь? Так, мне сейчас нужно выиграть. Чувак, всем бабосики нужны. Мне нужнее. Я должен вырвать из лап смерти одного мухомора. Получай. Ничего так. На здоровье. Спасибо. Здрасьте, хорошая клюква? Самая сладкая. Сколько тебе, красотка? Дайте, пожалуйста, четыреста грамм. Сделаю. Шестьсот пятьдесят. У меня только на четыреста. Ты что, с копейками на рынок пришла или что? Что мне теперь делать? Товар обратно засыплю, помну. Кто мне потом его купит, а? Ну что вы так кричите? Слышь, продаван. Славка, зареба! Ну, сделай так, как девушка просит, да? Конечно. Зареба, а? Чего? Не узнала? Выручаешь ты меня. А зачем мне учиться? Я бизнес развиваю. О-о-о! Слыхала? У меня лучшее кафе в городе, ларьки на Рыбальской, магазин, я еще пиццерию открываю. Ты молодец, Славка. Честно признаться, я не ожидала. А ты думала, Заремба, да? Троечник. Скатывал у тебя в школе. Пустое место. Так, да? Да перестань. Ай, ладно. Ай, Нина, Нина, а я ведь искал тебя в соцсетях там. Зачем? По старой памяти. Я же с третьего класса в тебя. Втюриной. Слушай, втюриной. Ам... Раз у тебя так все хорошо, мне сейчас очень деньги нужны. Ты можешь мне должить? Нина, у меня правила, в долг не даю. А ты иди ко мне официанткой в кафе. А? Че, своим плачу двадцать тысяч, тебе будет двадцать пять. Плюс чаевые. Хорошие деньги, Нина, для нашего города. Не знаю. Че, брезгуешь? Отличница, а? Аванс дашь? Договорились, Зубрила. Кира! Сюрпрайс! Привет. Откуда ты здесь? Я лекарства привез по твоему списку. Какой ты молодец. А это че, за чел? А? А, знакомься. Это Славка, одноклассник, друг моего детства. Ну, а это Кирилл, лучший человек на земле. О, как! Слава Заремба, работодатель. Кирилл, жених. Так, Нина, я поехал. Вечером заезжаю за тобой и на работу. Хорошо. Местечко, конечно. Что? Отстой полнейший. Ну, во-первых, это временно. А, во-вторых, главное, сейчас ты дедушка. Как же я? Лена! Считай, что это наше с тобой испытание. Кир, нельзя. Кира? Да? Как называется наш тариф? Счастливая семья. Вот тут и оно. Иди. Ну, все, давай, иди. Друг? Подвезти? Да мне вообще-то на вокзал. Та, что ты. Ну, поехали. Да, давай. А тачка твоя, наверное, самая крутая в городе? Ей сколько? Лет так двадцать. Поехали. Поехали. Пойдем. Поехали. Выходи. Поехали. Ты куда меня привяз? Давай. Где вокзал? Ты чего? Слушай, если ты из-за тачки обиделся, то… Ты, ты чего, охренел? Слушай меня сюда же, не шок. Нинку забудь. Никаких звонков и эсэмэсок. И еще раз с Ниной увижу, я тебе голову откушу. Моей не напудем. Моей не напудем. Ну, вот. Ты дома. Да, да, да. Как хорошо дома. Дедушка, а я цветы твои посадила. Хм. Антоновка твоя скоро зацветет. Ты не представляешь себе, как… Как жить хочется. Дедушка, ты у меня еще сто лет проживешь. Ну, отдыхай. Пойду я обед приготовлю. Угу. Кирилл, почему ты не берешь трубку? Нино. Ты в порядке? Да, я в порядке. Чего-то голова загружилась. Водички попей. Да, спасибо. Ты даешь. Давай-давай. Полегче? Угу. Слава Богу. Нинок, я у тебя давно хотел спросить, а как твой парень этот, москвич? Ты чего-то как-то, Слав, никак. Да? Да, не звонит, не пишет. Ай-яй-яй. Наверное, что-то случилось. Ну, так, девушку нашел. Что ты такое, Кватиш? Раз ты знаешь его. А что там знать? Я его… Я его как увидел, я его сразу сфотографировал. Крученный, выпендривается вообще. Некапитальный парень. Хватит. Поверь мне. Окей, хватит. Так, давай, Нина, у тебя выходной. Ты идёшь домой и спишь. Так, давай, бегом отсюда. Спасибо. Снимай фарт. Давай, давай, давай. Спасибо. Я отработаю, Слав. Ты у меня потом отработаешь. Сынок, может, всё-таки нужно было к врачу обратиться? Сделать рентген? Посмотреть, как там срослось? Да, всё в порядке, мама. Я же сам почти врач. Ты что, забыла? Слушай, вот шутить со здоровьем нельзя. И вообще зря мы не обратились в полицию по поводу этих хулиганов. Всё, мам. Закрыли тему. Дай чего-то лучше пожелать. Сейчас. Да. Добрый. Кирилла. А кто его спрашивает? Нина. К сожалению, Нина, Кирилла нет дома. Кирилла. Угу, угу. Всего доброго. И? No comments. Да пошла она к чёрту. Мама, ну дай мне лучше котлетку. Да. Нет. Такие вещи нужно сообщать лично. Здравствуйте, Нина. Антошенька. О, я рад тебя видеть. Здравствуй, здравствуй. Ну рассказывай, рассказывай. Как в школе? Да в школе всё хорошо. Всё нормально. Идёт. Как и шло. Я вот вам путёвку в санаторий кардиологический привёз. В санаторий? Так, ведь это же дорого, Антош. Да что же, что же. Профсоюз всё устроил. Сделал всё бесплатно. Профсоюз? Спасибо, спасибо, Антош. Спасибо. Да нет, что-то. Павел Алексеевич, что вы. Завтра вас уже ждут. Дедушка, так, спортивный костюм я тебе положила. Хорошо. Так, только смотри, рекорды там не ставь, нагрузки увеличивай постепенно. Хорошо, хорошо. Слушаюсь. О, Сладко приехал. Мне надо было за Римбу просить, чтобы он нас отвёз. Мы сами вставай. На электрички добрались мы спокойно. Дедушка, ну, во-первых, он сам вызвался. Во-вторых, ты его любимый учитель. Хотя ты ему тройки ставил. Пойдём, девчонка, пойдём. О, добрый день. Нинок, как дела? Прекрасно. Прекрасно. Очень хорошо. Павел Алексеевич, готовы в путь? Да, абсолютно. Только единственная просьба. Так? Не курить. Ну, конечно. Хорошо, Павел. Павел Алексеевич, я вообще бросил. И вообще, я такой положительный стал человек, что вы просто меня не узнаете. Я из тебя ручаюсь. Нинок за меня ручается. Вы слышали? Так. Ой, ё-моё. Аккуратно. Да. Это, конечно, не Вивальди. Ё-моё. Так. Ой, псовдепия. Так. Ладно. Сейчас. Сейчас решим. Сейчас всё будет хорошо. А-а-а, дедушка, побудь здесь, пожалуйста. О, здрасте. Нам бы номерок сменить. Ничем помочь не могу. Всё занято. Вы знаете, кто у вас поселится? Заслуженный учитель? Почётный человек? Да хоть папа римский. Ну, а если подумать? Заслуженный учитель? Говорите. Сейчас. Подыщем что-нибудь. Спасибо. Вот и дома. Спасибо тебе, Славка. Я тебе очень благодарна. Да ладно. Ну, может, чаем напоишь? Конечно. Тёп-тёп-тёп-тёп-тёп. Слава, я пить не собираюсь. Так, мы не в школе. Директора тут нет, по-моему. Так, давай. Я чё, алкаш один пить? Быстро. Ну-ка. Так, за деда. Ну, пригубись. Я не хочу. За Павла Алексеевича. Пусть он хорошо отдыхает. Ну, я полетел. Слава, ты бы хоть закусывал, что ли. Ты картошку любишь? Я люблю. На, держи. Ну. Ой. Чё-то жарко. Нина, подруга, лови. Раз. Слава, поздно уже. Иди домой. Какой поздно? Я не понял, какой домой? Так, всё, одевайся. Нина. Одевайся, я говорю. А кто? Да, убери руки. Так, я не понял, а кто мне глазки целый день строил? Не выдумывай, не трогай меня! Так чё ты, Котч, чё ты выпендриваешься, а? Слава, не трогай меня, я сказала! Это чё, первый раз, что ли? Слава! Слова! Спасибо вам большое. Поехали. Какого вообще чёрта? Это вы. Так, стоять. Вы старший лейтенант? А, значит, это вы тогда на вокзале? Да, мы вели карманника и из-за вас его опустили. Простите, вы тогда не так выглядели. Так, хватит. Что случилось? Сиди здесь, я сейчас вернусь. Хорошо. Сиди здесь, я сейчас вернусь. 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 Отлично. Поели, попили, да? И кто ж вам за рембо? Одноклассник. Хороша встреча, выпускничков. Вы знаете что, я в ваши любовные дрязги влезать не собираюсь. Сами разбирайтесь. Почему вы вообще так со мной разговариваете? А как мне с вами разговаривать? Я не знаю. Просто не оставляйте меня тут. Ладно, поехали. Вот видите, даже вы можете быть человечным, если захотите. Да, я все могу. Могу сейчас в обезьянник отвезти, как раз там и переночуете. Ну что вы такое говорите? Да, Нина, у вас талант. Попадать в идиотские ситуации. Ну вот и сейчас. Что же мне с вами делать? Звонила Назарова. Сказала, что увольняется. Ай-яй-яй, Неславочка. Что ж тебя так, зарямба? Так, ушли все. Быстро. Вить, давай. За счет заведения. Ага. Ты по какому поводу? Вроде налоги плачу исправно. Лицензия продлена. А с Назарова, а что произошло? А при чем тут? Она тебе что-то сказала, да? Нет. Пока. Так о чем разговор? Выпей, Витя. Смотри за тем, не дай бог она на тебя пожалуется. Так, Витя, у нас с Ниной любовь. Понятно? Ну, ты меня услышал. Давай. Нина! Ты дома? Нина! 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 Витя! Нина! 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 Витя! Ты там! Я тут! К тому же мне проблемы на ровном месте не нужны. Трус ты. Понял? Трус и предатель. Больше мне тебе нечего сказать. Тариф – счастливая семья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не нуль, а? А я уже дома. Дедушка, откуда? Да, меня Антоша раньше забрал. Просто надоело мне быть там. Накрывай на стол и приглашай сюда Антошу. Давай, давай. Дедушка, а без Антоши? Без Антоши никак? Из-за него ты лег с инфарктом. Этот человек откупается от тебя путевками. Дедка, Антон здесь ни при чем. Ну, хорошо, что его назначили, а не кого-нибудь другого. Дедушка, ты мне скажи, как у тебя с учебой? Сессию сдала? Я на заочные перевелась. Что? Я решила, что буду жить здесь, в Стросильске, с тобой. Угу. Я найду здесь работу. Ну, понятно, понятно. Ты так решила? Да. Ну, хорошо. Приглашаю Антошу. Давай, давай, давай. Где он, Антоша? На улице. Нина, я вижу, вас что-то беспокоит. Если вам нужна моя помощь, я рядом и… Берите мне водру воды. Вообще-то я не это имел в виду. Проходите. Спасибо. Иван Антонович, мне нужна работа. А помогите мне, пожалуйста. У меня медучилище незаконченное, высшее. Я могу быть медсестрой. Операционной, палатной. В общем, я на все согласна. Это, конечно, хорошо, но… Это не в моей компетенции. Ну, может быть, можно что-нибудь сделать. Знаете что, Нина? А давайте пойдем к главврачу. А? Дедушка, привет. Привет, привет. А у меня хорошие новости. А я устроилась на работу. Хорошо. Да, в нашу больницу. Это хорошо. Это хорошо. А я тоже хочу вносить свою лепту в наш семейный бюджет. Это что еще? Ну, как что? Я же вот шкатулки вырезаю. Их можно продавать. Ты будешь продавать шкатулки. А что тут такого? Ну, подожди, Нина. Ну, это же не спекуляция. Это же народный промысел. Конечно. Мы живем возле станции узловой. И поездов там много. Знаешь что? Что? Ты не будешь продавать никакие шкатулки, потому что их буду продавать я. Да? Да. По выходным. Вам шкатулка не нужна? А, нет, спасибо. Так-так, Нина Назарова опять. Что на этот раз шкатулочками промышляете? Да, вообще здесь все продают. Так это же кто продает? Бабушки? Где мы еще копейку на пенсии заработать? А вы? Сильная, здоровая, красивая. Значит, в медпункт вы не пошли работать. Там вам мало денег, видите, не платят. Да, вы знаете, решила теперь торговать шкатулками. А теперь я главная преступница города Старосельска. А у вас, может быть, нарочники есть с собой? Нет, а что вы так со мной? Нет, вы просто все время ко мне пристаете. Я к вам пристаю. Все время оказываетесь в тех местах, в которых… Нет, ну а что я такого сделал? Ну, пожурила чуть-чуть и что? Бывает такое ведь уж. Обморок. Какой обморок? Чего ты уставился? Нравится она тебе? Люсь, прекращай это. Просто каждый раз, когда с ней встречаемся, какие-то проблемы, приключения. Вот и в этот раз тоже не прошел мимо. Не устоял? Слушай, ну прекращай это, а. О, полегчало. Давай, давай, давай. Ну, давайте. Еще, еще. Держи. Ай, молодец. Я тоже в первых месяц беременности в обморок норовила. Помнишь, Витюша? Конечно помню. А может, я тоже беременна, подруга? Так я тебе укольчик делать не буду, ну нельзя тебе? Ну какая я не беременная. Не нужно мне ваших укольчиков. Нина, давайте вас провожу. Спасибо, не надо. Люся, вам тоже спасибо. И вам, Виктор, за содержательную лекцию о несанкционированной торговле. Извините. Отлично. Устала? Угу. Поначалу тоже с ног валились. Ничего, привыкнешь. Нина! Я не понял, а что ты бегаешь от меня? Посмотри на меня. Я тебя по всему городу ищу, между прочим. Нинка, ты че? А не ты меня хотел изнасиловать? Что ты говоришь? Слово такое еще, изнасиловать. Я тебя просто хотел обнять, поцеловать тебе. Просто. А мне Кирилл все рассказал. О! Свалил московский прыщ. Угу. Да? Ну, правильно. Знаешь что, Слав? Я тебя видеть не могу. А, ебу? Нинка, ну че ты, ну че ты выпендриваешься-то, а? Давай будешь у меня королева, поедем куда-то в Египет, там. Куплю тебе брюлики, ну хочешь брюлики, нет? Ты мне просилит, понял? Гордячка, да? Ничего, я подожду. Вставайте. Так. Хорошо. Держим. Ноги. Ноги еще. Сюда. Вот сюда. Простите. Извините. Целимся. Раз, два, три. Я попала. Дедушка, ты видел, я попала? Видел. Видел, видел. Очень тяжелое ружье. Ну, вы же попали. Антоша, оружие — это не женское дело. Покажи Нине свой дом, книги свои покажи. Покажи, покажи. Пойдемте, покажу вам книги. Какие книги? Интересные. Здесь я тружусь. Моя маленькая, убежишься. Ну что, пойдем обедать? Пойдемте. Прошу отведать охотничий трофей. Ну, а разве охота не запрещена? На селезня можно. Дедушка, я не пью. Чуть-чуть можно. Чуть-чуть можно. Чуть-чуть можно. Слушайте, у меня отец был заедлый охотник. Так. А я дилетант. Я просто балуюсь. Ружье его. Вспомню, просто все время таскал меня на охоту. Сумерки, эти вот шалаши на озере. Красивая романтика такая. Павел Алексеевич, надо обязательно съездить. Поедем, посмотрим. Да? И, Ниночка, конечно, вы с нами. Вы стрелять уже умеете. На поражение. Я не против. Ну, это мы посмотрим. Ребята. Что? Вообще охота — дело нехорошее. Эх… Антошенька. Антош, спасибо тебе. За все спасибо. Я отдохну. Нина, у вас все хорошо? Антон, я беременна. Мне нужно сделать аборт. Я и так тянула, как могла. А отец? Да нет никакого отца. А ведь хотела быть счастливой. Не получилось. Нина, у вас все еще будет. Не важно, кто отец. Важно, что ребенок ваш. Значит, запомните, мы выучим, выкормим, вырастим. Я вам это обещаю. И все у вас будет хорошо. Бедная, запутавшаяся девочка. Понятно, сначала за Рембо, теперь директор. Легкомысленная особа. Ну, а что ты хотел? Легко. 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 Дедушка, можно к тебе? Сходи, сходи. Мне нужно тебе кое-что сказать. Ну, тем более, что ты сам все скоро узнаешь. Дедушка, я беременная, я отец ребенка, Кирилл. Кирилл-то мой однокурсник. Я очень, очень в нем ошиблась. А как же ты одна? С ребенком будешь? Я же не помощник. Антон поможет. Антон поможет. А ты, случайно, не влюбилась в нем? Ох, он совсем другой. Антон умный, взрослый, надежный. Верка, сейчас ко мне тут один придет, возьмешь, то у меня до вечера все расписано. Кто такой? Это новый директор школы. Преподает историю. Мой ОГЭ, это у него в классе. Женат? Не, уважаемый человек, кстати. Перспективный. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Подождите. А, нет, и он. Угу. Выглядит, конечно, да. Но ничего, если приложить женскую руку. Добрый день. Меня зовут Лера. Сегодня с вами буду работать я. Да, мне бы поставить чуть-чуть. Не туго. Угу. Спасибо вам большое. И сдачи не надо. И вы очень. До свидания. Мне подходит. Антон. Нина. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Ничего. Ну, вообще-то, как-то не очень. Вот пришло письмо, меня отчисляют из университета. Павел Алексеевич знает? Антон, я сказала ему, что перевелась на заочный. В общем, не знаю я, что делать, Антон. Значит так, смотрите. Я буду по своим делам в Москве и постараюсь уладить ваши проблемы. У вас же уважительная причина. Выше нос. Вы подаете плохой пример ребенку. Я как раз сегодня узнала, что у меня будет девочка. Я уверен, она будет такая же красивая, как и мама. Я пойду. Ну, а у вас новая стрижка? Угу. Хорошая. Спасибо. Платон Платона. Такой непонятный. Чего тут? Добрый вечер, Антон. А вы забыли своего Платона. Я тут немного почитала. Вы знаете, это... Это очень... Очень рад, что вам понравилось. Вот. Да. А знаете, я хотела спросить, может быть, у вас есть еще что-нибудь почитать? Ну, такое же. Есть. Так, 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 так. Вот. Гёте, Фауст. Это вас может заинтересовать. Сейчас. Ой, счастлив тот, кому дана отрада. Вот отсюда. Простите. Антон. Вы такой нерешительный. Хотите меня поцеловать? Лера, мы с вами почти не знакомы, только так немного почитали. Помолчи. У меня поезд в Москву. Мне надо сегодня, наверное, чуть позже и... Могу с тобой поехать. Могу с тобой поехать. Антон, знаешь, дедушка, по-моему, я очень по нему скучала. Ну, 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 уж так сильно не волнуйся. Не волнуйся, он приехал. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Павел Алексеевич. Здравствуйте, здравствуйте. Заходи, заходи. Ну, как там Москва? Москва стоит в пробках вся. Да, да, да. А ты что? Значит, Павел Алексеевич, Нина, у меня две новости. Во-первых, я владил вашу проблему с университетом. Все хорошо, вам просто надо взять академику. Спасибо. Во-вторых, Нина, Павел Алексеевич, вы самые для меня близкие люди. Слушайте, я хотел бы вам сказать, что я влюбился. Фактически, с первого взгляда. Я очень хотел бы жениться. Лера просто фантастическая. Что ж, Анна, мы вас... Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо всем. А сейчас песня для друзей-невесты. Спасибо. Я не знаю, Антон, почему он любит тебя так? Я уверен, он влюбился. Но они же разные, они совсем, совсем разные. Почему? Нет. Он интеллектуал, а она красавица. Противоположности, ты ведь знаешь, притягивается. Я не могу на него смотреть. Нина! Нина! Павел Алексеевич, куда это Нинога-то? Вышла на улицу, подышать свежий водок. Так, это не порядок. Такая девушка одна ночь. Но, Павел Алексеевич, не переживайте, я ее уберегу. Хорошо. Дальше Слава. Да. Ну, иди ее, поговори с ним. Развесели ее. Чтобы она как-то отошла от этих проблем. Павел Алексеевич, о чем вы говорите? Конечно. Спасибо, спасибо, Слава. Спасибо. Я пойду домой. Опа! Ниног! Оставь меня в покое, Слава. Да ладно? Чего вы такие грубые, а? Слышь, малыш, в носик. Да не лезь ты ко мне, пожалуйста. Да? А может, мы с тобой по-другому поговорим? Иди сюда! Ах ты, коза ты! Иди сюда! Ах! Поехали! Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам, что вы похороны организовали. Я бы одна не справилась. И вообще, если что не так, вы... Вы простите меня. Все навалилось сразу. Давайте вы у нас пока поживете. Дом большой, места хватит всем. Мне кажется, это неудобно. То, что пока все не наладится, мы только ради будем. Да? Да. А как же? Пользуйтесь библиотекой, кабинетом. Все, что хотите. Располагайте, я не буду к вам мешать. Спасибо. Долго она будет у нас зажить? Столько, сколько потребуется, не на внучка моего учителя. Ты что, предлагаешь его на улице оставить? Нет. Нет, конечно, нет. Что, ты просто давай впредь вместе принимать решение, хорошо? Мы же теперь одна семья, и это тоже мой дом. Нина, может быть. Нина, может быть. А что? Пусть завели о чужом несчастье. Что здесь такого? Ой-о. Нинок, вот это погорело, да? Давай помогу тебе. Отвали. Не, ну погоди, Нина. Нина! Нинок, а ты игнорируешь меня, да, я так понял? Притронешься? Я тебя порежу. Ой-ой-ой. Убираем, убираем. Нина, я к тебе с миром. Так? Нина. Выходи за меня замуж. Нет, я правду говорю. Я люблю тебя, Нина. Выводи. Крутая свадьба будет. Лимузины, как в кино, поверь мне. Я пить брошу, я клянусь тебе, обещаю. Нина, ну... Убери ты это, я тебя очень прошу. Ну, люблю я тебя. Нинка. Славик. У меня дед умер. И дом сгорел. Понял? А ты достал меня со своей любовью. Ну так, это ты виноват. Довела меня до греха. Убери. Убери. То есть это ты, да? Это ты, да? Ты мразь. Тебя ж посадят. Тебя ж посадят. Меня никто не посадит. Все схвачено. Да и не хотел я, чтоб так вышло. В общем, так. Вечером я приеду, не хотел. А ты крепко подумаешь. И что мне ответить? Потому как, Нина, ты по-любому будешь моей. Подумай, Нинка. Вот здесь. А это мы выбросим. Все работаешь. Новую программу хочу подготовить для детей. Большей истории Средневековья. О религиозной философии. Угу. Схоластике. Ну, вообще-то, не молодожены. Едет в свадебное путешествие. Не разговаривают о ластике. Схоластике. Не важно. Тошенька. Тошенька, милая, пожалуйста, давай мы с тобой поедем за границу? Давай? Ну, почему у нас как-то все не как у людей получается? Вас ведь здесь не нравится? Мне здесь очень нравится. Очень. Просто за границей будет гораздо лучше и интереснее. Добрый вечер. Извините. Как же мне надоела твоя квартирантка. Вера, можно потише? Вера, можно потише? Извините. Извините. Так, не стрелять, полиция! Уходите, пожалуйста. Нина, с тобой все в порядке? Что вам здесь нужно? Я вас прошу, уходите. Ну, ничего, я тебе про веду зашел. Ты с ума сошла? Ты где ружье взяла? Я все равно. Я убью этого человека. Да кого ты убьешь? Я ничего не понимаю. Пусти ружье быстро. Дай сюда ружье. Садись. Рассказывай. Вить. Опа. Зарим, я тебя предупреждал. Я не понял, а что так официально? Отдыхаем, отдыхаем. На месте, стой там. Я не понял, что за ментовский беспредел до самого утра. А я специально для тебя сегодня выходной взял. Ну что, тебя разорвать сейчас, а? Тихо, Вить, Вить. Спокойно, поломаешь ему еще. Ладно, упаковывай. Есть. Ой, граждане, что вы такие? Падайте, неосторожно. Встаем. Вы арестованы по подозрению в умышленном поджоге, повлекшем за собой смерть. Вперед. На выход, на выход. Вера. Привет. Привет. Твой? Нет, Люся попросила посмотреть. Только уснул недавно. Здрасьте, Нина. Здравствуйте, Люся. Все хорошо. Спасибо, Верочка. Ой, тихо, 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 тихо. Я вас поздравляю. Спасибо. Вот так. Здорово, стреляй. Знакомы? Да нет пока. Ты, Славка, отпусти за недоказанностью или как-то у вас принято. Короче, спусти на тормозах. А мы не обидим. Получишь столько же, когда Славик выйдет. Не губи жизнь, молодой начальник. Ты загляни-ка в конверт. Мы нормально отстегнули. Будет мало еще. Отстегнем. Так, бандиты. Сейчас вас арестую обоих за попытку до взятку полицейскому. Увините на долгие. Ясно? Ты серьезно? Серьезно. Мы же по-хорошему порешать хотели. И я пока по-хорошему. Свалили отсюда. Советуй на глаза мне больше не попадаться. Тук-тук. Здравствуйте. Привет, Нина. Помощь не нужна? Нет, спасибо. Ну что, за ним мы посадили. Он тебе за все ответит и вреда тебе больше не принесет. Я вам очень благодарна. Не надо. Не надо. Нет, я с тобой поговорить хотел. Что мне кажется, что… В общем… Да бросай эту тряпку. Нет, мне кажется, что между нами… Вы знаете, это очень неправильно. Потому что у вас жена и маленький ребенок. А вы возитесь со мной. И, между прочим, мне ваша Люся очень нравится. Интересно, интересно, кто же вам сказал про мою жену Люсю? Да. А, хорошо, я понял. Сейчас буду. Угу. Я еще вернусь с ним. Жена Люся. Привет. Привет. Что здесь делаешь? Соскучился. Спасибо. Я тоже соскучилась. Весь день только о тебе и думаю. Ты знаешь, мне надо купить новую шубку. Что? Ну, сейчас просто очень большие скидки. Сейчас? Да. Сейчас как-то денег не очень. Не очень. Ты поищи, хорошо? Ладно. Ну, я понял. И что, допрашивали его? Не колется? А второе что? Я понял. Ну, что, давай завтра буду в отделе, тогда поговорим. Ага. Вот он идет. Наконец-то. Ну, поехали. Вот ваш. Возьмите, пожалуйста. Верочка, доброе утро. Привет. Вот карточки. Да, давай. Ну что, как ночь прошла? Ой, слушай, полицейского по скорой привезли в очень тяжелом состоянии. Машина ночью возле дома сбила. А как его фамилия? Сейчас посмотрю. Райка Виктор. Какая полота? Тридцать пятая. Здрасте. Нет, доктор Васильевич. Простите, я капельницу меняла. А вы, наверное, хотите побыть наедине? Простите. Поведешь. Годненький. Что ж они с тобой сделали? Здравия желаю. Здрасте. А я вас знаю. Вы та девушка с вокзала. А… А вы… А… Вы к Виктору, да. Но он еще не совсем направился. У него жена сейчас. Какая жена? Витя не женат. А если он не встанет? Ноги или позвоночник? Я же не смогу его сама вытягивать. У меня двое детей на руках. Он же старшего моего сынка крестил. Витюшка. Брат, он у меня двоюродный. Да как же тогда? Люсь. Все будет хорошо. Увидимся. КОНЕЦ Ну, вот. По-моему, замечательно. И дом у вас тоже замечательный. Я здесь все переделаю. Открою свой частный салон красоты. Да, никюр, педикюр. Ну, если раскручусь, косметология. Хорошо. Доброе утро, Антон Николаевич. Ну, на двенадцатое число запишите, Лерочка. Да, я запишу обязательно. Всего доброго. Тебе не кажется, что наш дом стал похож на филиал парикмахерской? И мне это не нравится. А мне это нравится. Потому что оказалось, что твой вклад директора просто смешной по сравнению с моими доходами. Опять о доходах. Это разве главное? Что по-твоему главное? Что ты без денег можешь? Одеться, покушать, сходить куда-нибудь? Это все внешний атрибут. Слушай, мне уже тошнит от твоих нравоучений. Ты не в школе. Тогда я уйду. Нина, можно вас? Нельзя. Да. Почему вы дома не ночевали? Потому что я здесь. Да и вообще, Антон, сколько можно? Ну, у вас, у вас своя семья. В семье не получилось. С Лерой поторопился. Ну, с вами, мне кажется, у нас все может быть по-другому. Антон, вы знаете, вы очень хороший. Вы… Вы очень добрый и порядочный человек. И в какой-то момент мне казалось, что у нас с вами все получится. Получится. Обязательно получится. Антон. Мы с вами можем быть счастливы. Пожалуйста, не перебивайте меня. Я… Я не хочу с вами никакого счастья. Мне нужен другой. Ну, пусть он будет, вот, больной и бессознательный. Ну, в общем… Мы все имеем право на ошибки. Главное — их исправить. Да. Мне нужен ты. Я люблю тебя. Уйди. У爸. У меня не стоит, Wit. Ты, footage gradu в над迎яться. Ведь, правда, у qualя, пов Fine. Беси на choices дом-то, их вижу души, amo грез differently week. У т. гр nuацання е дерево высокệtmän PO positions, ute налога начаться. Что русский контрактальное, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...